Господь, мы благодарны, народ, мы сегодня здесь, потому что мы любим Тебя, мы чтим Тебя, Господь, мы нуждаемся, мой Бог, в Твоем прикосновении, мы нуждаемся, Господь, чтобы Ты, Божий, производил свои перемены в нашей жизни, Господь, и мы приходим, Господь, сегодня не с пустыми руками, мы приходим, Господь, не с пустым сердцем, мы приходим, Господь, с сердцем наполненным хвалой, поклонением и благодарностью Тебе. Также, Господь, мы молимся, чтобы Ты принял эти финансы как вечернюю жертву, да будет она благоприятна Тебе, Господь. Мы молим Тебя, Боже, чтобы Ты взял эти финансы, используя их могущественно и сильно, чтобы проповедовалось Евангелие, открывались церкви, чтобы в каждом районе нашего города было место, Господь, поклонение Тебе. Господь, чтобы, Боже, нам многих и многих людей кормить и заботиться, мы молимся, Господь, чтобы Ты восполнил всякую нужду в Доме Твоем, в служениях и во имя Иисуса Христа воздай каждому, кто сеет семя свое, кто уповает на Тебя, кто верует, кто поддерживает дело служения, кто верен в десятинах добровольных пожертвованиях. Пусть небеса будут открыты, Господь, пусть всякая финансовая нужда, всякая нужда в семьях будет восполнена по могуществу, славе Иисусом Христом. Мы благодарим Тебя, Отец, и печешься, Ты заботишься о нас. И сегодня, Господь, в этот день, в этот вечер, когда мы ожидаем Твое исцеление, в это сужение исцеления, в это время чудес и Божьей славы, мы молимся о Твоем помазании и могущественной силе, чтобы, Господь, была проявлена в телах, в сердцах, в душах народа Твоего, Господь, в жизни каждого, кто ожидает сегодня чудо. Я молюсь, Господь, за каждого человека, о ком пишут в записках, о ком обращаются, о ком молятся в молитвенных группах, в молитвенном марафоне. Господи, Ты знаешь ситуации, диагнозы, проблемы, мы молимся о Твоих чудесах, яви свою славу. Для Тебя нет ничего невозможного, Ты силен исцелять, Ты силен миловать. Для Тебя нет невозможно для исцеления болезни, Ты силен, Ты превыше всех диагнозов, Ты выше всех обстоятельств, Ты всегда можешь творить чудеса, Господь. И мы благодарим Тебя и просим, чтобы Ты простер свою исцеляющую силу, свою исцеляющую руку прикоснись, исцелять всякой болезни, немощи именем Иисуса. Пусть придет это чудо восстановления, исцеления от рака, спида, туберкулеза, от сахарного диабета, всяких болезней сердца. Пусть придет полное исцеление, пусть восстановится сердцебиение, пусть восстановится артериальное давление. Запрещаем гипертонию, запрещаем болезням, немощем, запрещаем властью Иисуса Христа. И провозглашаем, Господь, Твое исцеление именем Иисуса. Пусть открываются глаза у слепых людей и начинают видеть. Пусть восстанавливаются органы зрения, пусть восстанавливается слух, пусть очищается кожа, пусть восстанавливается опорно-двигательный аппарат, пусть восстанавливаются кости и суставы именем Иисуса. Всякая немощь и болезнь поражена на Голгофском кресте. Я говорю тебе, всякий дух боли, дух немощи и болезни, приказываю тебе отпустить тела Божьего народа во имя Иисуса Христа. На всяком месте, молюсь за те, кто сегодня с нами в онлайн, в эфире. Господь, молюсь, прикоснись, пусть Твоя слава сходит. На всяком месте, где веруют, где ожидают, где просят, где молятся Тебе. Пусть Твоя сила действует и проявляет совеселение больных от всякой немощи, болезни. Пусть уходят на росты, опухоли, пусть уменьшаются, исчезают. Во имя Иисуса Христа приказываю всяким инородным телам уйти, исчезнуть полностью. Кистом образованием, миомом, нарывом, язвом уйти, исчезнуть полностью. Приказу очиститься дыхательным путям, легким бронхим, трахеям очиститься. Поражаю всякую немощь, болезнь, всякую инфекцию. Приказу носоглотки, гаммеровым пазухам очиститься. Именем Иисуса запрещаю опухолям, запрещаю всяким гематомам в головном мозге. Именем Иисуса Христа. Господь Божий, прикоснись, прикасайся к позвоночнику. Межпозвоночные диски пусть восстанавливаются, исцеляются мышцы, связки, сухожилия, ткани. Пусть исцеляются все, все органы тела. Каждая клетка тела допримет жизни и исцеление на уровне ДНК именем Иисуса. Пусть придет восстановление, обновление во имя Иисуса Христа. Всякая немощь души, всякая немощь эмоций, всякие болезни, расстройства. Пусть уйдут прочь во имя Иисуса. Запрещаю страхом, боязнем, запрещаю властью Иисуса. Всякому демоническому влиянию и воздействию на народ Божий именем Иисуса. Противостою атакам дьявола, противостою духам страха, боязни. Запрещаю смерти, запрещаю властью Иисуса. Господь провозглашает Твою победу и исцеление во имя Иисуса Христа. От макушки головы до стоп ног для детей, для братьев, сестер, для родителей. Во имя Иисуса Христа, для пожилых людей в церкви. Да придет полное исцеление, обновление, обновление в силе, обновление юности, обновление в жизни, обновление в отношениях. Во имя Иисуса Христа. Исцеление Твое да придет во все сферы жизни. Во имя Иисуса, в отношениях. Во имя Иисуса Христа. Боже, благодарю Тебя. Сокрушаю, головкому сокрушаю катаракту, приказу восстановиться давлению на глаза именем Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Прямо сейчас приходит исцеление для сердца. Исцеляется сердце. Во имя Иисуса. Органы сердца, клапаны сердца, мышцы сердца исцеляются. Прямо сейчас укрепляются. Во имя Иисуса. Отменяю планы сатаны. Отменяю инфаркты. Отменяю инсульты. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Господь, благодарю Тебя. Мы благодарим Тебя. Твоими ранами мы исцелились. Господь, мы благодарим Тебя за Твои обетования. спасибо тебе за все что ты начал делать за все что ты совершаешь сейчас за все что ты еще будешь делать мы благодарим тебя господь аллилуйя мы благодарим тебя мой бог за твое присутствие мы чтим тебя мы поклоняемся тебе хвала тебе и честь во имя отца и сына и святого духа аминь ты можешь прославить иисуса аллилуйя господь достоин принимать славу и честь приветствуйте братья и сестры кто рядом с вами находится присаживайтесь слава богу братья и сестры наш бог живой это очень важно потому что если бы наш бог не был живым бесполезно это время но мы верим живого бога аллилуйя слава иисусу я хочу сказать большое спасибо что вы пришли если бы вы не пришли кому бы я проповедовал слава богу за каждого кто сегодня вместе с нами в онлайн в эфире приветствует братья и сестры неважно в ком вы городе находитесь бог живой также и в вашей жизни там где вы есть бог силен творить чудеса и бог сегодня будет творить чудеса не потому что я так хочу потому что этого хочет сам бог его не нужно уговаривать нам не нужно умолять его это его желание это у нас просит давайте двигайтесь в этом это не потому что мы выпросили нет это его желание знаете когда мы читаем сами евангелие и на господь он в человеческом теле он осуществлялся служение мы видим как мы толпы людей за ним ходили и сегодня но люди бывают вас задают вопрос почему сегодня так вот ну люди люди не ходят толпами за иисусом а я думаю что ходят люди ходят толпами за иисусом но господь он не так жестко критиковал людей которые ходили за ним чтобы им просто исцелиться он их но он говорил об этом но он никогда не упрекал он никогда не осуждал людей что вот вы ходите только что вам покушать чтобы вас благословили чтобы вас освободили исцелили я просто хочу сказать братья и сестры если кто-то сегодня пришел в дом божий в церковь вы просто хотите исцелиться у бога нет осуждения если кто-то в онлайне сегодня вы просто вы узнали что служение исцеления будет молитва за исцеление и все что вы хотите получить от иисуса это исцеление бог вас не осуждает лучше приходить к иисусу за исцелением чем вообще не приходить к иисусу лучше приходить в церковь для того, чтобы получить исцеление, чем совсем не приходить в церковь. Аминь, братья и сестры. Поэтому, кто приходит к Иисусу за благословением, пусть Бог вас благословит. У Господа нету осуждения, Он никогда никого не прогонит вон. Мы бываем, как маленькие дети, мы просто приходим к нашему Отцу, чтобы что-то получить и действительно и в наших домах дети приходят к нам, к родителям что-то получить и получают. Аминь, братья и сестры. И они получают. С другой стороны, когда мы с вами вырастаем, и мы уже не младенцы, Бог ожидает, что и мотивы наши хождения за Господом будут меняться и будут тоже не младенческими. И мне нравится, сегодня я молился, мне такое пришло на память, я просто не помню, где это конкретное место, написано, народ теснился к Иисусу, чтобы послушать Слово. Чтобы послушать Слово. Скажи вместе с мной, чтобы послушать Слово. И вот это, кажется, так подмечено, так ценно в Божьих глазах, чтобы мы теснились к Иисусу не только, когда нам нужно исцеление, не только, когда нам нужна помощь, нам нужна победа, нам нужен финансовый прорыв, нам нужна свобода от долгов, от кредитов, нам нужна свобода от долгов, от кредитов. Нужна. И Господь дает это. Нам нужны исцеления, нам нужны чудеса, и Господь дает это. Но очень ценно в глазах Божьих, когда мы теснимся к Нему, чтобы послушать Слово. Поэтому некоторые люди, они игнорируют этот момент. Они хотят просто, чтобы вот ты проповедник, давай, у меня болезнь, давай меня исцеляй уже, и все, и по домам. Просто дай мне исцеление, и все. У меня уже электричка уходит, на дачу надо ехать. Но я заметил, что Иисус, Он учил много. Но я вас не буду сегодня много учить, я могу много учить, до полдесятого. Но Иисус, Он учил часами тоже, учил много. Потому что очень важно, чтобы мы перед исцелением послушали Божье Слово. Поэтому теснись к Иисусу за Словом. Прорывайся к Иисусу за Словом. Слушай, ты, может быть, сегодня у тебя такое настроение не очень, и у тебя какой-то жажды по Богу особенной нету. Какого-то настроения у тебя к Богу нету. Ты встал сегодня утром, у тебя настроения нету, у всех настроения все радуются, у всех праздник. С Днем России, с Днем Вас, с нашим праздником. Поздравляю, слава Господу. Вы знаете, в последнее время, в последние годы, не праздник является причиной моего хорошего настроения. Я благодарен Богу, что у нас с вами может быть всегда хорошее настроение, если мы будем просыпаться с мыслями о Господе. Если мы будем направлять наши мысли к Слову Божьему, если мы будем тесниться к Божьему Слову, если мы будем искать Божье Слово, если мы будем пребывать в Божьем Слове, это Слово будет производить в нас перемены, и твое настроение всегда будет отличным. Отличным. Аминь. Аллилуйя. И все у тебя будет в шаломе. Аминь. В шаломе у тебя будет все. Все будет классно. Не потому, что к пенсии добавили. Дай Бог, чтобы добавили. Но если даже не добавят. Если ты теснишься к Слову, у тебя будет всегда хорошее настроение. Аминь, братья и сестры. Поэтому теснись к этому Слову сегодня. Ожидай этого Слова. Жди его больше, чем чудо. Кто-то услышит это. Бог хочет, чтобы ты ждал чудо исцеления. Но ищи больше Слова, чем исцеление. Ищи больше Слова, чем чудо. Ищи больше Слова, чем благословение. Ищи больше откровения, чем каких-то ожидаемых благословений в своей жизни. Почему? Потому что если у тебя будет Слово от Господа, то это Слово обязательно однажды исполнится в твоей жизни во имя Иисуса Христа. Поэтому я часто спрашиваю людей, которые ожидают чуда, ожидают что-то. Я спрашиваю, а что тебе сказал Бог? Что тебе сказал Бог по поводу этой ситуации? Что тебе говорит Бог по поводу твоего здоровья? По поводу твоего исцеления, твоей семьи, твоих детей, твоего бизнеса, служения, твоих отношений? Что тебе говорит Бог? Это так важно. Это так важно. Но хочу еще рассказать, кто с каким мотивом пришел. Богу это нравится. Богу нравится, что мы здесь. Богу нравится, что мы в Божьем доме. Даже если просто ради исцеления. Это хорошо и это угодно Господу. Будьте свободны и благословены. Аминь, братья и сестры. И давайте прочитаем из Якова, послания Якова, 5 глава, 7 стиха. Якова, 5, 7 стиха. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпи долго. Скажи, терпи долго. Еще раз, терпи долго. Ради драгоценного плода. Это важно сегодня услышать. Пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господнем. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец сонного от Господа? Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде всего, прошу, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, ни никакой другой клятвою, но да будет у вас да, да и нет, нет. Дабы вы, дабы вам не попасть осуждению. Злостраждает ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. И пусть помолится над ним, помазав его илеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего. И восстановит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках. И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведного. Признавайтесь друг перед другом и молитесь, чтобы исцелиться. И мы молимся, чтобы исцелиться. Но сегодня драгоценность в той дух, он дал мне вот эту мысль и такое понимание, что нам нужно еще признаваться и открываться, и это очень важно. Мы смотрим в Библии, как Бог исцелял людей. Разные методы, разные способы. И вот вопрос, какой метод лучше? Какой способ самый лучший? Какой метод лучше? Знаете, какой? Тот метод, в который ты веришь, он у тебя сработает. Женщина 12 лет кровотечением страдала. И она услышала, по всей вероятности, что люди просто исцеляются, прикасаясь к Иисусу. Вот приходят к Нему и исцеляются. Просто прикасаются к Нему. И она узнала этот метод. И она решила, я также исцелюсь. Вот я прикоснусь и исцелюсь. Ей не нужно было объяснять, учить, проводить семинары по этому методу. Она просто заметила это, подметила для себя. И приняла в сердце решение, я также исцелюсь. Понимаете, да? Есть разные способы. Сотник, у которого слуга был больной, он пришел к Иисусу. И Иисус думал, что его сейчас позовут в дом. Давай, приди в дом, возложи руки, помашь Илеем, провозгласи. А сотник говорит, нет, тебе даже не нужно идти в мой дом, потому что мы просто время зря потеряем. Мы же не знаем, где находился дом сотника. Может быть, 10 километров или 30 километров. Пока мы дойдем, он вообще умрет. Ты просто скажи слово. И Иисус удивился этой вере. И он сказал это слово. И слуга сотника был исцелен. Интересный метод. В книге Исход 17 главе мы читаем историю. Ор и Арон поддерживали руки Моисея. И когда руки Моисея были подняты, то Иисус Навин, предводитель войска народа Божьего, одерживал победы. Помните эту историю? Кто читал эту историю в книге Исход? Так вот, мы там не читаем, знаете, такое, что пришел Бог и сказал, «Ор и Арон, давайте, поддерживайте руки Моисея». Как-то все проще было. Ор и Арон, они просто заметили, они подметили. Скажи, они подметили. Они просто заметили. Они как-то подметили, что вот руки Моисея подняты, и победа идет. Руки Моисея опущены, и поражение приходит. Они заметили. Будь внимателен к действиям Божьим. Будь внимателен к Божьему Слову. Будь внимателен к тому, что Господь говорит. Потому что тот метод или то слово, то, что ты сегодня примешь для себя, это и будет работать в твоей жизни. У Бога много методов и способов, как исцелить тебя и как помочь тебе. Но сработает то, во что ты будешь верить, а тебе надо это подметить, заметить. Не жди, что тебя будут обучать какому-то методу, как тебе получать исцеление. Десять шагов, как получить исцеление. Четырнадцать шагов, как получить свое чудо. Двадцать один шаг. Достаточно один. Достаточно заметить всего один способ, один метод, и уверовать всем сердцем, и это сработает в твоей жизни во имя Иисуса Христа. Аллелуя. Они заметили. И причем, знаете, вот мы говорим, записки нужно писать. Материю ложите. Почему? Я заметил, что Бог отвечает на молитвы церкви, когда мы молимся за записки. Я заметил, что много свидетельств после молитв за записки. Я заметил, что эта ткань, которую несут и возлагают на людей, через нее Бог действует. Я заметил это в книге Деяния святых апостолов, в девятнадцатой главе, когда брали опоясание, то есть части одежды апостола Павла и несли на больных, и возлагали, и даже нечистые духи, бесы, демоны оставляли тела людей. Этот метод работает. Скажешь, ну ты же не апостол Павел. А дело вообще не во мне. А дело вообще не в нас, братья и сестры. И не в ткани, и не в материи. А дело в святом духе. И точно так же, как он действовал во времена апостола Павла, он будет действовать и сегодня. Когда мы молимся за записки, мы просим чего-то у Бога, верим и получаем. Когда мы молимся за материю, за ткань, она не становится каким-то другим веществом, она остается материи и тканью. Но Бог использует эту материю как что-то физическое, как что-то видимое в этом физическом мире, для того, чтобы невидимое осуществилось. Поэтому если ты веришь, что Бог использует ткань, ты приносишь ткань, мы молимся за эту ткань, ты берешь эту ткань, ты идешь к больному человеку, возлагаешь на него, и он исцеляется, и духи немощи оставляет его тело. У вас так же все, да? Аллилуйя. Слава Богу. Это все работает. Скажи, это работает. Скажи еще раз, это работает. Кто тебе сказал, что это не работает? Бог говорит, это работает. Все нормально с Богом. Все нормально с церковью. Просто нужно заметить и действовать во имя Иисуса Христа. Ора, Ором, переглянулись. Ты заметил, что? Мы руки Моисея, когда поддерживаем, победа приходит, опускаем его руки, поражение приходит. Ты заметил? Да, я заметил. Слушай, давай объединимся. Давай. Давай будем поддерживать руки Моисея. Давай. А зачем нам это надо? Так это же нам всем надо. Это же не только Моисею надо. Это же не только Иисусу Навину надо. Это же и нам тоже надо. Ну, давай будем поддерживать. Они заметили? Хороший метод. Святой Дух, Он может обратить твое внимание на какой-то метод. Что-то может коснуться тебя по-особенному. И ты скажешь в сердце своем, Вау, я так же хочу. Я хочу так действовать. И знаешь, когда ты будешь верить, что какой-то метод будет действовать в твоей жизни, ты будешь видеть, как это работает во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава нашему Господу. И причем, нету, нету даже расстояний. Расстояние, это не помеха. Если у тебя есть родные, близкие, о ком ты пишешь в записках или молишься, и они находятся за тысячи тысячи километров, для Бога нету расстояний. То есть расстояние, это не препятствие. Неважно, человек находится за 50 километров в Краснокамске где-нибудь, он находится за 100 километров в Нытве где-нибудь, в Кунгуре, или он находится в Соединенных Штатах Америки за тысячи километров, неважно, за сколько километров находится больной человек. В тот момент, когда Иисус сказал слово, написано, что слуга тотчас исцелился. Мне нравится это, тотчас, скажи, тотчас. Это мгновенно. Мгновенно. Мы с вами, многие имеем телефоны, многие имеют телефон, наверное, покруче, чем у меня. Адалюю, слава Богу, за вас я рад. Но мы, мы звоним, и мы звоним, и бывает так, что ты звонишь кому-то, кто за 50 километров, и связь хуже, чем когда ты звонишь кому-то за тысячи километров. У вас бывало такое, да? А знаете, оказывается, дело не в расстоянии, а дело в качестве связи. Важна связь, а не расстояние. И что интересно, я вам не могу этого объяснить, когда мы звоним по телефону, мы говорим в онлайне, мы говорим в тотчас, мы в одно и то же самое время слышим друг друга, находясь за тысячи километров. Я не знаю, почему он, этот сигнал, звуковой, он так быстро движется, он идет туда и обратно, и преобразуется по телефону, что мы разговариваем, как будто мы находимся друг другом за стенкой. Братья и сестры, у Святого Духа и Божьего Слова скорость намного быстрее, чем у наших телефонов, намного быстрее, чем мега-суперзвук или суперсвет. У Духа Божьего скорость огромная, для Него нету вообще никаких расстояний, нет никаких препятствий, и расстояние это не помеха. Нам лучше приходить на собрание все равно, чем просить, что это. Слуга не мог просто, понимаете, слуга не мог прийти, слуга не мог прийти. И Иисус сказал слово, и слуга тотчас, тотчас исцелился. Женщина хананьянка, тоже мы читаем, да? Вот она идет за Иисусом, Иисус делает вид, что он не заинтересован в этом исцелении. Это единственное место, где критики могут что-то как-то подискутировать, что Иисус вроде бы не всех хотел исцелять. Но Иисус, я думаю, он с юмором вообще, в той ситуации с хананьянкой, я думаю, он с улыбкой вообще все смотрел на нее, потому что он знал, чем все закончится. Она шла, она шла в вере, она шла в ожидание, она просила, 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 и уже ученики подключились, но уже говорят, ну она уже достала нас, Господь, ну ты уже помоги ей. Уже вся ячейка в ходатайство шла, уже все, полцеркви уже молятся за ее ситуацию, за решение ее проблемы, за ее дочь. Уже все молятся, ну Иисус, ты уже ей помоги. Она уже во всех группах молитвенных, она постоянно идет, идет, и она такая, знаете, настойчивая. И дочь ее исцелилась мгновенно в тот момент, когда Иисус сказал Слово. Когда выходит Слово Божье, происходит мгновенное чудо, происходят мгновенные чудеса. И причем это произошло не по вере дочери хананьянки, у нее не было веры. Слуга Сотника исцелился не по своей вере. Есть люди, которые будут исцеляться через твою и мою веру, через нашу молитву, братья и сестры. И Бог желает, чтобы мы молились друг за друга. Яков говорит, признавайтесь в проступках и молитесь друг за друга. Скажи, молитесь друг за друга. Для чего? Чтобы исцелиться. Чтобы исцелиться. Чтобы исцелиться. Что нужно делать? Для того, чтобы исцелиться. Молиться друг за друга. Аминь. Поэтому Бог через твою веру может исцелять кого-то. Когда ты молишься за кого-то, то находятся за многие километры. Через твою веру будет действовать и исцелять Господь. И то же самое с материи. Мы молимся по вере. Мы верим, что ткань будут возлагать и больные будут исцеляться. Аминь. Больные будут исцеляться. Поэтому методов много разных. Но я подметил, я заметил, что когда человек верит, что определенный метод сработает в его жизни, то, скорее всего, чаще всего так и происходит. Я заметил, что намного больше чудес происходит там, где верят в конкретные вещи. Я заметил, что намного больше славы Божьей является там, где получают живое слово от Бога и стоят на нем. Я заметил, что намного больше происходит перемен там, где люди объединяются вместе для молитвы, для поста, чтобы искать Господа и ходатайствовать пред Ним. Я это заметил. Это работает. И еще я хочу прочитать. Мы тут прочитали, что нужно признаваться друг перед другом. Второе послание. Второе послание Иоанна. Откройте, пожалуйста. Интересная мысль тоже хочу поделиться. Второе Иоанна. Третье Иоанна, второй стих. Третье послание святого апостола Иоанна, богослова. Первая глава. Она там одна. Второй стих. Возлюбленный, возлюбленный. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Итак, мы уже услышали, что расстояние, оно не является препятствием. А что же является препятствием? Сейчас мы говорим про препятствия. Послушайте, когда у вас связь с Богом, соединяющаяся с Господом, есть что? Один дух. С кем? С Господом. У тебя хорошая связь с Господом. Но могут возникать препятствия, помехи, и они в области нашей души, разума, наших чувств и эмоций. Я сейчас хочу поговорить на очень важные вещи. Смотрите, как Господь говорит здесь. И это Божья воля. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает что? Душа твоя. Бог желает, чтобы ты здравствовал, скажи аминь. Бог желает, чтобы ты процветал в душе, в теле, процветал в финансовой жизни, в отношениях. Бог желает, чтобы ты, независимо от обстоятельств, был счастливым, благословенным человеком. Чтобы ты, соединяясь с Господом, имел благословение в жизни. Чтобы ты здравствовал и преуспевал. Как преуспевает душа. И вот здесь есть связь. Я часто говорю, братья и сестры, если мы что-то не можем поменять в нашей материально-физической жизни, мы не можем что-то изменить с нашим телом. Есть определенные процессы, болезни, диагнозы. Мы не можем что-то поменять в отношениях, в семье или финансах. Мы не можем изменить. Бог не будет спрашивать с нас за эти ситуации. Но мы должны посмотреть на то, что мы можем поменять наши жизни. И Бог будет использовать именно это. Когда ты меняешь что-то в своей духовной жизни, когда ты меняешь что-то в своем разуме, Бог начинает это использовать. И Он производит перемены в тех ситуациях, где ты не в силах был что-то изменить. Когда мы меняем то, что мы можем изменить, Бог изменяет то, что мы изменить могли. Вы не уснули? Вы со мной. Поэтому нам не нужно переживать по поводу ситуации, которые все равно ты поменять не можешь. Ты все равно не можешь никого спасти. Ты все равно не можешь никого исцелить. Ты все равно не можешь никого сделать богатым и счастливым. Ты все равно не можешь никого сделать процветающим или благословенным. Ты не можешь изменить порой состояние своего тела. Но ты посмотри на то, что ты изменить можешь. Посмотри на то, что ты можешь изменить в невидимом, духовном, эмоциональном, ментальном своем мире. То, что ты можешь изменить в сфере души. Если ты увидишь то, что ты можешь изменить, и ты это сделаешь, есть связь. И эта связь очень мощная. И это очень важно. Потому что многие нерешенные проблемы в нашей жизни из-за неправильного состояния нашей души. Многие проблемы приходят из-за неисцеленной души, а раненой души. Поэтому такая связь. И Святой Духом подчеркивает это. Молюсь, чтобы ты здравствовал. Бог хочет, чтобы ты здравствовал. Бог хочет, чтобы ты был здоровый. Он любящий Отец. И Он хочет тебя исцелить. Он хочет, чтобы ты не просто получал исцеление, но чтобы ты не болел. Чтобы у тебя было крепкое здоровье. Чтобы у тебя был сильный, крепкий иммунитет. Чтобы ты был способен противостоять вирусам, коронавирусам, инфекциям. Бог желает, чтобы ты имел крепкое здоровье. Вы согласны со мной? Одно дело исцеляться, другое дело не болеть. Бог хочет, чтобы ты здравствовал. И Бог хочет, чтобы ты преуспевал. Бог желает, чтобы ты был благословенный. Чтобы ты процветал. Чтобы ты был успешный. Но все это, многое зависит от состояния души. Что такое душа? Мы так научены, так услышали, так приняли. Что это разум, это чувство и воля. Ну пусть будет так. Хотя, ну, как бы разложить все по полочкам не получится. Ну, разум, скажи разум, чувство и воля. И вот смотрите, от состояния нашего разума зависит наше чувство. Когда тебе говорят плохую информацию. Когда тебе сообщают о проблеме какой-то. Тебе говорят о каком-то горе. Или тебе говорят какие-то несправедливые вещи. Тебе говорят какие-то обидные слова. В твоих эмоциях, в твоих чувствах возникают перемены. Вы заметили это, да? Вы подметили? Что от мыслей зависит настроение. От состояния ума зависит состояние души. Что мысли определяют наши чувства. А наши чувства, эмоции, они определяют то, что мы будем делать в своей воле. То есть, какие решения мы будем принимать. И какой мы будем делать выбор. Наши решения, наш выбор будут определять наши поступки. Наши поступки будут определять обстоятельства жизни. То есть, какие мысли такая жизнь. Мысль определяет решения. Решения определяют поступки. Поступки приводят к определенной судьбе. Есть связь. Поэтому Бог обращает внимание. Молюсь, чтобы ты здравствовал, преуспевал. Как преуспевает душа? Если ты не можешь что-то изменить в своем здоровье, ты не можешь изменить что-то в финансах. Я хочу сказать тебе, дорогой друг, ты очень многое можешь изменить в сфере твоей души. Ты можешь многое изменить в твоем разуме и в твоих мыслях. И когда ты поменяешь мысли, когда ты поменяешь образ мышления, когда ты обновишь свой разум по Слову Божьему, когда ты будешь тесниться к этому Слову и позволишь этому Слову преобразовать твой ум, то поменяются твои чувства, поменяются твои эмоции, поменяется твое настроение, и вместо печали придет радость, и вместо болезни придет исцеление в твое физическое тело. Этот метод работает. Я заметил, братья и сестры. И сегодня этот метод, он будет работать. Я верю, этот метод избрал Святой Дух, чтобы сегодня работать через записки, через материю и через изменение состояния мыслей. и через изменение состояния ума. Когда у нас эмоции, когда у нас буря эмоций, шквал эмоций, мы бываем не способны принимать правильные решения. Бог не осуждает нас, потому что есть ситуации, которые очень тяжелые, очень тяжелые, которые, может быть, связаны с потерей близкого человека, крах какой-то, серьезная трагедия в жизни. Если человек испытывает физическую боль, ему действительно сложно бывает наслаждаться жизнью. Легко говорить тому, кто не испытывает физической боли. Но когда человек испытывает физическую боль, это влияет на его настроение. Мы это тоже заметили. Аминь, братья и сестры. Но я говорю о том, что мы, если не можем это поменять, то мы должны посмотреть на то, что мы можем поменять. На то, что мы можем поменять. И вот в нашем разуме происходит вот эта война. Мысли определяют состояние нашей души. Смотрите, на Голгофском кресте Иисус Христос, Он пролил свою драгоценную кровь. И Он дал нам обетования, обетования, которые связаны с нашим будущим, но эти обетования, они не исполняются автоматически только потому, что мы прочитали это в Библии. Есть юридическая часть. Это истина, что на Голгофском кресте ранами его мы уже исцелились. Но чтобы это стало фактически в нашей жизни, нам нужно это слово принять верою, нам нужно отождествиться с этим словом, нам нужно считать себя. Посмотрите внимательно на меня, не отвлекайтесь. Не отвлекайтесь. Нам нужно отождествиться с этим словом. Поэтому Святой Дух говорит, послушайте, что говорит Святой Дух. Вам интересно, что говорит Святой Дух? Вот смотрите, слушайте, что говорит Святой Дух. Святой Дух говорит, считай себя мертвым для греха, считай себя благословенным, считай себя исцеленным. Это не то, что ты должен чувствовать, ты должен это принять верою и начинать видеть себя так. Считай себя уже святым, даже если ты не чувствуешь себя святым. Считай себя уже исцеленным, даже если ты не чувствуешь себя исцеленным. Считай себя благословенным, даже если ты не чувствуешь, что ты благословен. Считай себя Божьим дитя, даже если ты не чувствуешь, что ты Божье дитя. Считай себя святым, даже если ты не чувствуешь, что ты святой. Если ты чувствуешь, что ты грешник, если ты чувствуешь, что ты недостойный, если ты чувствуешь, что ты все еще проклятый какой-то неудачник, если ты все это чувствуешь, что ты больной, ты слушаешь, что говорит тебе твое тело, послушай, что говорит Святой Дух, а не твое тело. Послушай, что говорит обновленный разум, а не плоской ум. Послушай, что говорит Святой Дух, а не дьявол. Проблема Евы была в том, что она приблизилась к дереву, к которому Бог запрещал даже приближаться. И она пришла туда, чтобы просто посмотреть. И она смотрела, и она захотела, и пришел сатана. Именно на этом месте она подверглась искушению, потому что она пришла к дереву, от которого Бог говорил, не нужно есть. Зачем она вообще туда пришла? Ей что, заняться больше нечем было. Она туда зачем-то пришла, она проявила любопытство к неправильным вещам. Она заинтересовалась тем, что Бог запрещал вообще. И она туда пришла. И поэтому она подверглась искушению. И дьявол, он ее обманул, и он сказал, оправдывали, говорит Бог. И она приняла эти мысли. Некоторые мысли могут выглядеть правильными, истинными, но очень важно обращать, из какого источника приходят правильные мысли. Я хочу это повторить. Написано, что дьявол, он приходит как ангел света. Дьявол будет приходить так, чтобы остаться незамеченным. То есть он будет говорить правильные слова, но не в тему. И он будет говорить правильные слова по искусству обольщения, чтобы обмануть. Поэтому ты можешь слышать правильные слова, но которые не будут созидать твою веру. И твой плотской разум человеческий, не обновленный, он порой не в состоянии отличить. Поэтому, когда Бог обращается к Авраму, ой, к Адаму, он говорит, а кто тебе это сказал, что ты наг? Кто тебе это сказал? Ты где был, с кем ты разговаривал? Братья и сестры, мы сейчас, через несколько минут будем молиться. Мы прочитали с вами в послании Якова о том, чтобы мы подражали вере и долготерпению пророков. Чтобы мы верою и долготерпением ожидали и принимали, входили в обетование. И в пример приводится человек, которого звали Иов. Он жил в благословенной земле Уц, и он был непорочный, он был праведный. Он был прекрасный муж, замечательный отец. У него было 10 детей, и у него дети выросли. У них были свои дома и свои семьи. И он был богатый и благочестивый. Так случается, что есть люди благочестивые и богатые, слава Господу. Иов был человеком, которым Бог хвалился. Иов хвалился перед сатаной и говорил, дьявол, ты видел Иова, ты заметил, какой он непорочный, что он богобоязненный, что он удаляется от зла, что он авторитетный, он поддерживает людей. Он творит милостыню, он творит добро. Ты заметил, как он детей воспитывает, ты заметил, как благословение Божие в его жизни умножается. И дьявол, он получил доступ, и он атаковал. И знаете, это было горе. Мы не должны недооценивать боль от трагедии. Мы не должны осуждать и жену Иова, эту бедную женщину, которая в один день похоронила 10 детей. Мы не должны осуждать Иова и жену. Мы не должны, потому что это было горе. Они прошли через ад. В один день 10 гробов. В один день 10 могил. В один день потеряли все имущество. Все дома, все стада. В один день они потеряли все. И к этому, ко всему Иов, он получил проказы, он умирал. И жена в своих эмоциях, скажи, в эмоциях, она начала говорить в неправильном эмоциональном состоянии, на эмоциях. Она начала говорить неправильные, можно сказать, дьявольские вещи. Умри мужу своему. Послушайте, когда у нас неправильное состояние эмоций, лучше вообще ничего не говори. Когда у тебя неправильное состояние души, лучше не говори. Лучше не открывай свои уста. Лучше перетерпи. Лучше пережди. Лучше успокойся. Лучше ищи Бога. Если ты не понимаешь, у тебя нет ответов на твои вопросы. Ты не понимаешь, почему в твоей жизни до сих пор много неотвеченных молитв. Ты не понимаешь, почему все еще твое тело испытывает сильнейшую боль. Ты не понимаешь, почему так много несправедливости в твоей жизни. Не пытайся все проанализировать и разложить в своем разуме. Книга Иова не отвечает нам на все наши вопросы. Но мы видим, что когда Бог приходит и говорит к Иову, он сказал, что-то он сказал в отношении друзей, они неправы, что-то он сказал в отношении Иова. Но он так и не объяснил, почему с ним произошли все эти несчастья. И когда мы начинаем говорить, ну там же написано, вот он же сам же говорит, вот чего я боялся, чего я страшился, вот оно то и произошло. Добро пожаловать в кружок друзей Иова тогда. Они что же хотели найти причину? Ильфат говорит, да ты грешник, разве, послушай Иов, ты же умудрый человек, разве бывает проблема у святого правильного человека, у тебя проблема, значит ты грешник. Да наверное еще какой? Да ты наверное тайный там. Вилдаг говорит, ну в том же духе, правильные слова, послушай Иов, не бывает жатвы без сеяния, ты пожинаешь сегодня то, что ты сеял. Братья и сестры, бывает такое, что мы пожинаем то, что мы сеем? Это правильные слова, но не в тему. Они не имели никакого отношения к Иову вообще. И другой друг Сафар тоже пытался найти причину. Иов пытался найти причину. Но когда Бог из бури, вот еще мало проблем, еще и буря пришла, вот из бури начал говорить к нему. И он сказал Иов, давай поговорим про бегемотов, давай поговорим про ланей, давай поговорим про левиафанов, давай поговорим про сотворение. Ты кто такой и где ты был, когда я все это творил? И Господь задавал вопросы Иову. И пришло это время, когда Бог спрашивает больного человека. И он задает больному человеку, который все потерял, у которого горе, несчастье. Он задает ему вопросы про какой-то животный мир, про каких-то бегемотов, чтобы сместить акценты, приоритеты и мысли с проказа, с горя, с несчастья, чтобы обратить взор на творение Божье. Иов, чтобы перенести взгляд Иова с его проблемы. И в присутствии Божьем, я бы хотел так сказать, что в присутствии Божьем Иов исцелился, но он не исцелился в присутствии Божьем. Он не исцелился в присутствии Божьем. Но он получил главное. Он так и не получил ответы на свои вопросы. Он так и не получил ответы на свои многочисленные почему, почему, почему и почему. Он получил Слово от Бога, которое нужно было исполнить. И пока он это Слово не исполнил, он оставался в своей болезни. Но как только он исполнил это Слово, которое сказал ему Бог в присутствии Божьем, он исцелился от своей болезни. И после того случая он жил еще 140 лет, дай Бог каждому из вас, аминь, 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 еще 140 лет прожить после исцеления. И у него родились дети, не знаю от какой жены, от той или от другой, не написано. Дьявол все благословения, интересно, забрал, к жену только оставил. Не убил жену. Но Бог ничего плохого по поводу жены не говорил. Про друзей сказал, Иова подправил. А эту бедную женщину он даже не трогал. Потому что это тяжело матери 10 детей в один день хоронить. Это тяжело жене видеть мужа умирающего. Это тяжело. К ней не было никаких претензий. Вы заметили, не было претензий. К Иову были, к друзьям были. Так вот вопрос. Какое слово, какое рема получил Иов в присутствии Божьем в тот день? Какое задание получил больной человек? О каком призвании говорил Бог прокаженному Иову? О каких планах и о каких великих делах Божьих говорил Бог с больным человеком, с этим умирающим человеком, которого еле губы шевелились, чтобы просто выражать и облекать мысли слова? И Бог ему еще задание дает. И Господь говорит, я с тобой не закончил. У меня есть дело для тебя. У меня есть работа для тебя. И знаете, какое слово получил Иов? Бог сказал, помолись за своих друзей. Это было условие, скажи условие. Это было условие, чтобы ему исцелиться. Открывайтесь друг перед другом. И молитесь за своих друзей, чтобы вам исцелиться. Чтобы вы процветали. Чтобы вы были благословены. Молитесь за врагов ваших. Молитесь за гонителей ваших. Прощайте от всего сердца. Потому что обида это помеха. Непрощение мешает Святому Духу действовать. Пусть уйдет всякая горечь из души. Пусть уйдет обида из души. Пусть уйдет ропот из души. Пусть уйдут сомнения своего разума. И ты будешь процветать во всем. В своем теле. В своих финансах. Ты будешь видеть изменения в своей жизни. Этот метод работает. Аллилуйя. Давайте мы поднимемся на наши ноги. И сейчас отвлекись от своей проблемы. Но ищи Господа. Ищи Господа в своем сердце. И скажи, Господь, я прихожу к тебе. И я ожидаю слова. Я хочу слова. Даруй мне слово. Господь, покажи мне то слово, которое я должен исполнить. Покажи мне тех людей, о которых я должен молиться. Покажи мне тех людей, кому я должен проповедовать Евангелие. Господь Боже, покажи мне тех людей, которых я должен буду накормить. Господь, покажи мне тех людей, которые имеют сегодня страдания и проблемы в своей жизни. Господь, я хочу сделать чью-то боль важнее своей. Господь, я хочу сделать чью-то проблему приоритетнее, чем моя. Господь Боже, я хочу узнать Твою волю. Господь Боже, я хочу исполнить то слово, которое Ты говоришь мне. Во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, покажи тех людей, о ком я должен молиться и ходатайствовать, и писать в записках. Господи, покажи тех людей, на кого я должен возлагать руки, чтобы они исцелились. Господь Боже, покажи мне тех людей, кого я должен посетить и рассказать им о Твоей любви. Во имя Иисуса Христа. Господь, я верю, для Тебя нет расстояния. Во имя Иисуса Христа. Пусть это слово придет, Господь, как семя. И во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, чтобы мы, как эти земледельцы, о которых написано в послании Якова в пятой главе, ожидая драгоценного плода. Боже, укрепи нас в терпении, чтобы мы не ослабели вере, чтобы мы не обленились, чтобы мы подражали тем, которые верою и долготерпением вошли в обетование. Помоги нам подражать тем, которые через боль, превозмогая боль и страдания, и лишения, как Ио, они перетерпели. Они не похулили имя Твое, не отреклись от веры. Но они, Боже, в терпении, Господь, имели прекрасный, благословенный финал. Господи Боже, и мы сегодня взираем на их финал, мы взираем на их кончину, мы взираем, Господь, на их драгоценный плод. И мы, Господь, хотим, чтобы и в нашей жизни был плод. Мы хотим, Господь, чтобы и в нашей жизни была проявлена Твоя могущественная сила. Господь, мы хотим, Господь, чтобы и через нас Твоя сила была проявлена во имя Иисуса Христа. Помоги нам подражать этим людям, помоги нам подражать этим пророкам, помоги нам подражать тем, Господь, героям веры, которые, несмотря на возраст, несмотря на болезнь, несмотря на лишения, продолжают служить Тебе и молиться, и ходатайствовать, и быть верными во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты, Господь, укрепил в вере, чтобы каждый дождался свой драгоценный плод, чтобы каждый дождался ответ на свою молитву, чтобы каждый дождался это двойное благословение своей жизни. Я верю, Господь, что в конце испытания Ты приготовил благословение для своих детей. Я верю, Господь, что Ты не даешь сверхсил. Господь, я верю, что когда Ты попускаешь что-то проходить, Ты даешь силу все преодолеть во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя. И сегодня, Господь, когда мы молились об исцелении, я верю, сила Твоя, Господь, действовала, проявлялась. И сегодня, Господь Божий, я провозглашаю Твой народ здоровым по слову Твоему. Твой народ здравствует, Твой народ процветает, Твой народ преуспевает во всем, в духовной жизни, в эмоциональной, в своем разуме, в своих финансах, в своем здоровье, в своей семье, в своем служении, в своем бизнесе, процветания, преуспевания и божественное здоровье во все сферы жизни приходит во имя Иисуса Христа. И весь народ скажет Аминь. Дай славу Иисусу. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу спросить, кто сегодня получил Слово? Просто помышу рукой. Слава Иисусу. А кто получил исцеление физическое? Слава Иисусу. А кто душевное, эмоциональное? Слава Иисусу. Давайте дадим Господу всю Славу. Он один достоин, достоин, достоин. Принимать славу и честь. Мы Тебя благодарим и прославляем и любим драгоценный Господь.